У здания Севастопольского городского совета собралось огромное количество людей, которые, скандируя «Севастополь», «Россия», с большим нетерпением ожидали решения депутатов по вопросу создания нового органа власти и выбора его главы. Внеочередная сессия горсовета была назначена на 17.30, но началась лишь спустя два часа. В ожидании заседания небольшая группа людей даже забралась на крышу прилегающего здания, выражая тем самым нетерпение. В сессионном зале собралось 49 депутатов городского совета. Юрий Дойников объявил об открытии внеочередного заседания, на котором и было принято решение о создании специального органа исполнительной власти, который возьмет на себя функции городской администрации. Севастопольский городской совет решил, первое, создать исполнительный орган Севастопольского городского совета, Севастопольское городское управление по обеспечению жизнедеятельности города Севастополя. Второе, создать координационный совет по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Севастополя. Третье. Назначить председателем Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Севастополя Чалова Алексея Михайловича. Решение по предоставленному предложению было принято единогласно. За 49 решение принято. Алексей Чалый стал главой Координационного совета. После принятия депкорпусом решения он вышел из здания горсовета к собравшемуся народу. Ребята, чудеса в свете не бывает. Ничего просто в жизни не дается. Поэтому не надо представлять дело таким образом, что все уже прямо случилось и навсегда. Но движение начало в правильном направлении. Алексей Чалый отметил, что сейчас не стоит сводить ситуацию исключительно к решению вопросов защиты Севастополя. Есть и другие проблемы. Это вообще не сводило все к проблеме защиты. Потому что грядущие экономические проблемы, они менее острые тактически. Никто никого не режет и так далее. Но они же бьют по гораздо большему количеству людей при этом. И они наступят в ближайшие дни, к сожалению. Поэтому тяжело будет. Сразу хочу сказать. Алексею Чалому уже поручено сформировать состав координационного совета. Чем он в самое ближайшее время и должен будет заняться.